Библиотека NumPy При работе с данными, при анализе, то есть когда вы начинаете анализировать какие-то, проверяете гипотезы, начинаете строить модели, вы все, все данные, скорее всего, будете класть в DataFrame, ну или в серии. Мы как раз с вами позже и рассмотрим, что это такое. Pandas является достаточно такой уникальной библиотекой, потому что работать с данными там достаточно просто. Pandas, если верхний уровень говорить, представляет из собой, вот Pandas DataFrame представляет собой просто обычную таблицу. И мы в этой таблице можем делать какие-то сортировки, можем делать фильтры. Да, вот кто-нибудь когда-нибудь работал с вами с Excel? Работали же, да? Pandas DataFrame представляет собой точно такую же таблицу, в которой мы очень легко можем выполнять различные действия, объединять таблицы, строить какие-то PEO-тейблы, да, или сводные таблицы, как по-русски. И, соответственно, работа с данными превращается просто в удовольствие, и все это удобно достаточно делать, все операции. А мы с вами начинаем с такой структурой или объектом, да, который называется серия. Что она из себя представляет, да? Если вот по аналогии, она представляет собой одномерный массив, да? И в отличие, да, какая вот отличительная черта это одномерного массива, что у него есть некие метки в данном случае, да? Вот как у меня есть серия 5, 6, 7, 8, 9, 10, у нее есть метки. Ну, то есть по-другому можно называть эти метки индексы, да? Вот они. К индексам серии можно как обращаться? Достаточно просто, то есть вы просто называете наименование серии, команда .index, и у вас, соответственно, выводится этот индекс, какой, соответственно, проставили на этой серии. Точно так же, как помните, мы работали с ключами словаря и со значениями словаря. Мы можем у серии достать не только индексы или ассоциативные метки, но также и значения. Ну, тоже все достаточно пока понятно. Мы можем также сами указывать, какие индексы мы хотим проставить в нашей серии. То есть не только это у нас будет range, да, числовой от нуля, там, например, до количества элементов, как вот здесь вот, например, да, он сразу автоматически показывается. Но также можем сами проставить автоматические индексы, да, у этой серии. Вот, например, я проставил a, b, c, d и f. Ну, и серию, соответственно, назвал и вывел. Можно сразу ее вывести, достаточно просто. Ну, точно так же, да, выводим с помощью слова индекс. Индексы данной серии, они у меня уже здесь, соответственно, буквы, которые мы задали в предыдущем. Так, как еще? Как обращаться к элементам, соответственно, моей серии? В данном случае я обращаюсь, например, здесь по моему индексу. То есть в данном случае четверка, это уже не, ну, это в данном случае является и порядковым номером индекса в моей серии. Но в данном случае к четверке я обращаюсь вот именно исходя из названия его индекса. Вот, смотрите, да, по аналогии у меня здесь был индекс a в моей второй серии. И я обратился к элементу уже по индексу a, именованному, да? Дальше, смотрите, моя серия, вспоминаем, да? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, кажется, да, у меня там была. И я хочу, например, заменить какие-то значения в моей серии. Соответственно, я обращаюсь, опять же, к моей серии, указываю индексы моей серии, которые я хочу изменить, и вывожу, соответственно, 0. Попробуйте сразу, да, чтобы у вас возникала интуиция, что будет, если вывести просто вот myseries и вот так вот, просто без назначения, да, вот с индексами, что у вас будет. У вас, соответственно, выведутся три просто строки. То есть вы уже начинаете понимать, да, в дальнейшем мы будем использовать различные фильтры в такой структуре, как там data frame, ну, точно так же можно по аналогии в серии использовать различные фильтры по условиям. Вот у вас уже должна появляться некая интуиция о том, как работать с данным, с этим типом данных. И вот как раз про что я говорил. Смотрите, я могу, помните, как мы с вами задавали маски? В данном случае я хочу, например, создать маску, ну, это некое мое, да, условие по-другому можно сказать. Я хочу из моей серии вывести только те значения, которые больше нуля, да. У меня должно быть три элемента, 7, 8, 9. То есть в квадратных скобках моей серии я указываю условия. Ну, я здесь сразу написал круглые скобки, да, можно на самом деле без круглых скобок, там ошибки не будет. Но когда у вас будет множественное условие, да, обязательно не забывайте ставить круглые скобки, чтобы у вас отдельно условия были разделены. Что еще? Могу, да, как я еще могу задавать серию? Просто смотрим, да, как обычно. Ой-ой-ой. Так. Да, как еще можно серию задать? То есть серию можно задать, подать туда на вход, как мы уже знаем, это словарик, да. Словарь, у нас вспоминаю, что такое словарь, такая структура данных, которая, у которой есть ключи и метки, вот. Ну, ключи и значения точно так же подали, соответственно, ключи у нас воспринимаются как индексы, и значения воспринимаются как значения этой серии. Что еще мы можем делать? Мы можем, соответственно, именовать индексы, да, и именовать столбцы со значениями. Ну, в данном случае я номиновал, там, numbers, как вот, сами значения, а имя индекса я именую как letters. Ну, тут достаточно просто, да, что стоит, соответственно, понять, у нас что такое является серия. Серия — это просто некий у нас массив, у которого есть некие ассоциативные метки. По этим ассоциативным меткам мы можем обращаться, делать некие фильтры. Ну, пока все достаточно прозрачно. И мы переходим, наверное, к самому основному такому объекту, да, в библиотеке Pandas, с которыми мы сейчас все будем работать, будем пытаться анализировать данные, и вы будете с этим объектом работать. Он называется Pandas DataFrame, наверное, всем уже известный. Вот, кстати, да, интересно, кто-нибудь знает, почему библиотека называется именно Pandas? Как-то связано с пандами? С пандами, да, связано? Нет. Связано с Pandas произошло, да, то, что табличная информация по-другому, можно еще как сказать по-английски, panel data, да, вот, как бы панельная такая информация. Вот отсюда и название библиотеки Pandas, как бы Pandas, panel data, то есть или по-другому табличная, да, информация, ну, отсюда и название библиотеки Pandas. Ну, да, я тоже, когда первый раз столкнулся с этой библиотекой, я очень хотел, чтобы она как-то была связана с пандами. Ну, на самом деле, правильно, да, интересная гипотеза, Python же такой достаточно, как мы вот проходили на одной из предыдущих лекций, такой достаточно веселый язык. Ну, хотелось бы, да, чтобы это как-то было связано с Pandas, но, к сожалению, нет. Еще раз, да, что такое объект data frame, он представляет собой обычную таблицу, как вот мы с вами привыкли, да, и в этой таблице, как вы уже поняли, например, вот, пример Pandas data frame, есть столбцы со своими названиями и есть строки. Так, а это что такое, мы уже знаем, и это наши обычные ассоциативные метки, как в Pandas series. Что еще, какая особенность у Pandas data frame, стоит отметить, да, что каждый столбец Pandas data frame представляет собой серию, как раз, объект серию, которую мы прошли. То есть, смотрите, давайте что сделаем. Создадим data frame, да, смотрите, как я передаю, создаю data frame. Я передаю некий словарик, где у меня ключами выступают названия столбцов, а значениями, как раз, значения в моем Pandas data frame. Вот, я хочу создать таблицу с информациями по странам, по Казахстану, России, Дуаруси, Украине и так далее. По их там популяции и площади. Вот в таком виде я создаю мой изначальный Pandas data frame. И смотрите, что самое интересное. Я хочу обратиться, например, к какому-то одному из столбцов, к столбцу, например, с населением. И вот этот вот столбец уже вам известен, что это за структура. И эта структура как раз является серией, то есть, да, которую мы прошли вот чуть раньше. То есть, это серия. Каждая из столбцов Pandas data frame представляет собой отдельную серию. Так, а мы с вами давайте посмотрим, как раз, если кто еще не знает, есть такой оператор, type. С помощью этого оператора можем посмотреть тип данных каждого из объектов в Python. Будь то int, будь то float, серия, Pandas data frame. Соответственно, с помощью этого оператора можем посмотреть. То есть, да, мы убедились, что каждый из столбцов Pandas data frame представляет собой отдельную серию. Точно, соответственно, с этой серией мы можем, с Pandas data frame можем работать точно так же, как и с серией. То есть, все предыдущие методы, которые мы чуть выше рассмотрели, здесь точно так же работают. То есть, да, в данном случае я хочу каждому индексу присвоить какое-то свое название. Да, например, сокращенное название страны. Ну, в данном случае я обращаюсь уже не к серии, а ко всему data frame и пишу .index. Да, и у меня появляется название вместо индекса, вместо числового индекса появляется название. Так, как импортировать данные? То есть, таблицы создавать хорошо, да, вручную. Но, например, если у вас кто-то вам передал в таблицу в том или ином виде, мы же не будем ее руками создавать. Соответственно, мы можем их импортировать из какого-то файла, да? Откуда можем импортировать? Опять же, да, как можно посмотреть? Вспоминаем, да, создаем новую ячейку, пишем PD, точка, нажимаем tab. И у вас текст список методов этого объекта, ну, и пишите read, да, и смотрите, например, весь список методов, которые вы можете, откуда можете считать, да? Ну, вот я выписал то, что я вот нашел. То есть, смотрите, можно читать из csv, да, это файл csv, вот сегодня вы как раз будете с таким типом данных работать. Из экселевского файлика, ну, всеми, наверное, известны, вы можете считать данные. Также можете прочитать из какой-то базы данных, да, read SQL, ну, и так далее. Можете JSON прочитать, можете также прочитать из буфера обмена, если не ошибаюсь, да? Ну, и старый наш метод, который мы рассмотрели, такой, да, если у вас небольшой data frame, вы хотите быстро его создать, быстро получить табличку, вы можете обернуть, обернуться, обернуть словарик. Ну, например, смотрите, я, давайте пример посмотрим. Я хочу считать файлик, вот мой csv, ну, сначала советую вам зайти в файлы, да, которые у вас в лекции я передал, и обнаружить там две интересные вещи. Первое, я вам добавил туда табличку с pandas shit, называется, да, где, то есть, листок с основными командами по pandas, да, которые вы можете, если начинаете работать с pandas, до этого не работали, можете посмотреть основные методы, функции, да, которые вам могли бы пригодиться в вашей работе. То есть, да, вы опять проскрините, понимаете, что можете воспользоваться, запомнили, да, что pandas это умеет, и потом, соответственно, когда начинаете уже работу с данными, обращаетесь к какой-то справке и пытаетесь метод воспроизвести. Ну, и также давайте посмотрим на файлик, да, что он из себя представляет. Как раз файлик meteoritlandings.csv, да, это, то есть, кто не знаком, да, что такое csv, это у нас, соответственно, представляет собой табличку, да, с некими разделителями, да, каждая строка, каждое значение в строке разделено неким разделителем. Соответственно, в этой я создал, создавал когда-то эту csv-шку, я сделал разделитель запятыми, то есть у меня каждое значение в столбце было разделено запятой. Ну, просто посмотрите, да, чтобы у вас появилась интуиция, да, с чем вы работаете, то есть это просто некие строки, да, значения которых разделены запятой. И я попытаюсь их считать, то есть у меня файл csv, я пытаюсь его считать с помощью метода readcsv, сразу указав разделитель, ну, или по-другому, как мы уже с вами знаем, это у нас сепаратор. И сразу видим метод tail, очень удобный, то есть, очень часто будете пользоваться методом head или tail, то есть, и, наверное, кто-то из вас, кто еще не знает, но быстро может догадаться, да, что это такое, метод head и tail выводит первые пять или последние пять, ну, tail, да, метод, строк в вашем data frame, то есть вам передали какой-то, например, вам заказчик передал файл, вы хотите его быстро как-то посмотреть, какой тип данных там, вы открыли файлик, считали, написали ml, да, ml.head и сразу увидели, какие столбцы там, чтобы примерно понимать вообще, с каким файлом вы работаете. Что еще? Ну, вот можно, например, да, тут не очень удачный пример, но можно там html-страничку скачать. По поводу партинга страниц, это у нас будет отдельная лекция с Владимиром как раз, а пока можете прочитать, как вот в грубом формате, можете просто получить страничку mail.ru, ну, и посмотрите, да, что, соответственно, здесь хранится, в этой переменной. Ну, это не очень хороший пример, но ладно, просто вот то, что существует, различные методы работы с файлами. Ну, то же самое вот read.xl, соответственно, точно так же можете работать, то есть у вас есть файлик экселевский, вы берете, читаете с помощью read.xl, перед этим вам нужно установить там какое-то расширение, если я не ошибаюсь, да, вашу виртуальную среду и уже дальше с ним работать как с таблицей, очень удобно. Так, что еще? Отдельно, да, стоит упомянуть очень важный момент, это мало кто знает, и обращать на это внимание. Некие файлы могут быть просто безумно огромными, да, например, когда у вас, ну, грубый пример, какие-то логи, вам передали в виде CSV файла, например, там 50 гигабайт логов какого-то пользователя, да, может же быть такое, у вас на компьютере, там, оперативной памяти, там, 8 гигабайт, вы можете использовать такой метод, как чтение по чанкам, да, то есть каждый, вот каждый раз, в каждой итерации вам будет выдаваться чанг размером 10 тысяч строк у вашего read.xsv. Вы можете его как-то обрабатывать, да, что, например, я бы сделал, если бы я анализировал бы какой-нибудь фрод по логам, я бы брал какой-нибудь там среднее бы по каждому, да, юзеру, какие бы метрики бы взял, там, максимальное время нахождения на сайте, количество посещенных страниц, например, да, записывал бы это в какую-то отдельную таблицу и переходил бы к следующему чанку, да, очень удобно, такой очень хитрый метод, мало кто о нем знает, ну, не то, что мало, ну, на практике редко пользуется, но тоже на собеседовании, кстати, тоже часто на этом ловят, да, вот, что бы вы делали, если у вас файлик там 16 гигабайт, а оперативная память компьютера 4, вы говорите, я вот прочитал бы по чанкам, но то же самое, та же самая техника, то есть вам понадобится, когда вы будете с нейронными сетями работать, там тоже огромный датасет, у вас 100 гигабайт картинок, вы, соответственно, тоже подаете там чанки для обработки, то есть какую-то часть по-иному. Дальше, переходим, посмотрели импорт данных, соответственно, у нас есть еще и экспорт данных, да, то есть вы проработали с таблицей, внесли какие-то изменения, да, изменили числа, там, добавили новые строки, мы посмотрим сейчас, как это делать, да, и вам нужно сохранить, но все по аналогии, там, read CSV, здесь toCSV, toExcel, toSQL, да, если у вас есть какая-то база данных, тоже можно все выгрузить, все вот эти вот Pandas DataFrame таблицы. Так, давайте переходить к доступу к данных, то есть, да, вы хотите, например, вывести какую-то ту или иную строку, обратиться к той или иной строке, к конкретному столбцу, к конкретному значению. Для этого есть у нас две, соответственно, два способа, log, .log и .ilog, ну, в данном случае i означает индекс, то есть с помощью ilog мы можем получать доступ к конкретным значениям Pandas DataFrame через индекс, ну, а через log по строковой метке. Да, давайте посмотрим сразу пример. def.log.kz, я получаю доступ по индексу, по именованному индексу, да, к строке kz. Помните, да, у нас таблица с наименованиями городов, информации по ним. Точно так же, с помощью метода ilog, но уже по номеру строки, да, я могу обратиться вот так, def.ilog в квадратных скобочках указать номер строки. Ну, нулевая строка у меня соответствует индексу kz. Так, а теперь смотрите, я хочу обратиться к, по, с помощью метода log, да, который использует строковую метку, хочу обратиться не только к строкам, но и к колонкам, да, к определенной колонке. Вот в данном случае я сначала указываю строковые метки, а потом указываю наименование колонки. И у меня выходит вот такая вот серия, да, с которой я задал условия. Сразу, опять, на что стоит обратить внимание. Сначала работаем со строками, то есть сначала указываем строки, да, или там строковые метки, или индексы строки, а потом указываем столбцы, то есть это обращение к строкам, потом к столбцам. Такая логика работает у нас практически везде в Pandas DataFrame. Да, сначала нулевая ось, обращаемся к нулевой ось, потом к первой, нулевая ось у нас строки, потом столбцы, потом уже пошли дальше. Точно так же, смотрите, по аналогии метод iLog. По аналогии метод iLog. В данном случае у нас уже не строковые метки, а индексы, да, нулевая, первая строка и первый столбец, ну, второй столбец, да. Помним, что у нас нумерация идет с нулевого по первый столбец. Так, а я вам обещал условия. Ну, в данном случае здесь условия точно так же, как и в серии. Смотрите, как еще можно делать, да. Я хочу обратиться к списку из колонок, то есть я могу вот так написать, да, не через iLog, а сразу указав колонки в квадратных скобочках. То есть, да, вы можете попробовать что сделать. Написать df и вот сразу country square. То есть, у вас сразу происходит доступ, обращение как раз вот к колонкам вашего дата фрейма. Ну, и в данном случае я еще, смотрите, могу наложить некое условие, то есть, как это делается. Делаются квадратные скобки сразу после моего дата фрейма и пишется df.population и больше 10. Чтобы у вас еще больше возникло интуиции, посмотрите, что вообще выведется, когда вы просто выполните вот эту команду. df.population больше 10. Да, посмотрите на своих, да, ноутбуках, что выводится. У вас выводится pandas-серия, да, где будет написано true-false, true-false, ну, в общем, у вас panda-серия, да, с булевыми метками выведется. То есть, смотрите, да, мы передаем булевые метки в наш pandas-дата-фрейм и выводятся те строки, где у нас возвращается true, да, чтобы у вас примерно возникала интуиция, откуда вообще все это берется. Соответственно, все маски, которые вы в дальнейшем будете строить на вашем бата-фрейме, ну, под масками я, ну, условия понимаю, вы уже будете понимать на более глубоком, таком интуитивном уровне, откуда это все берется. Дальше, давайте более сложные условия посмотрим, как мы можем сделать, да. То есть, я хочу, чтобы у меня площадь была больше 70 тысяч квадратных метров, и название страны, да, я хочу, чтобы была у меня Россия. Ну, и, соответственно, оператор И. Или, соответственно, у меня будет просто прямая черта вертикальная. Да, в квадратных скобочках передаю два условия, у меня они выполняются, и выводится, соответственно, одна строка в моем pandas-дата-фрейме. Как еще можно было сделать? Да, просто запомните, что как можно обращаться, можно указать фильтр равно def-country равнец и rush, и использовать вот в таком синтаксисе, да, такая вот сигнатурка у нас получается. А посмотрите, давайте посмотрим, да, вместе. Знаете, как посмотреть? Да. Да, все верно. Давайте, да, посмотрим, как можно быстро создавать новые колонки. То есть, вы, например, хотите создать новую колонку, да, с неким условием, чтобы там что-то рассчитывалось. Например, я хочу плотность населения рассчитать. Ну, это делать достаточно легко. Вы пишите название вашего дата-фрейма, название колонки, которую хотите создать, ну, и делайте вычисления. Def population делить на def square, ну, умножить на, сколько там, на миллион, да? Да, на миллион, все верно. Опять же, здесь все по аналогии даже с теми же самыми нампаевскими массивами, да, вы одну серию делите поэлементно на другую серию и умножаете, получившуюся вот здесь вот серию умножаете на скаляр. То есть, каждое значение вашего дата-фрейма умножается. Ну, интуиция, я думаю, здесь достаточно понятна. Дальше, очень важный момент. Если вы хотите какую-то колонку убрать, да, из вашего дата-фрейма, существует такой метод, как drop. Давайте сделаем. df.dropDensity. Так, колонка здесь у вас убралась с плотностью. И давайте потом еще раз выведем, что у вас в методе, в дата-фрейме df. Я так предполагаю, у вас ничего не изменилось, да? Поэтому стоит обратить внимание, если вы хотите перезаписать исходный дата-фрейм, да, вот вы хотите колонку убрать, при этом исходный дата-фрейм, чтобы тоже перезаписался, для этого существует такой параметр, как inPlace равняется true. То есть, используя inPlace равняется true, у вас перезаписывается ваш исходный дата-фрейм. Если вы вот вторую строчку мою выполните, то повторный вызов дата-фрейма уже будет вот такой, то есть у вас уже не будет вот колонки density. Дальше. Очень внимательно, вот постоянно очень много ошибок, когда вы работаете с Pandas DataFrame, обязательно указываете оси, из которой вы хотите эту колонку убрать. Если вы напишите def, drop, density и не укажете ось, у вас Pandas будет по умолчанию искать название этой оси в строках. То есть, да, он ничего не найдет и рвнется на ошибку. Соответственно, вы хотите удалить одну из колонок, то есть колонка у нас относится к первой оси, да, вот они наши оси, и указав axis равняется 1, то есть столбцы, у вас уберется именно та колонка, которая нужна. А если нет колонки такой? Он тоже, да, должен вроде ругнуться. Если ось указать другую линию 1? А, 0. Он будет искать название этой колонки, искать в строке. В строке не найдет вот эту вот ассоциативную метку, то есть, да, вот здесь вот он не найдет density и ругнется. Ну, то есть... Еще раз, а зачем нам им плейс удаление строки? Да. Простите, а зачем нам еще раз им плейс? Им плейс, чтобы перезаписать исходный дата фрейм. Да? Смотрите, давайте проверим, эксперимент один сделаем. Вот исполните его df.drop, у вас выведется такая таблица. И потом вы с этой таблицей хотите дальше продолжать работать без этого столбца. Хотите же, да? Если вы видите без им плейс, у вас исходный дата фрейм сохранится. без дропа вот этой колонки. Смотрите, ну вот выведите сначала исходный дата фрейм, df, да? У вас он вот так выглядит. Потом вы делаете df.drop. А потом еще раз выведите df вот в новой ячейке. Посмотрите, что у вас будет. У вас колонка ваша не пропадет, не удалится. Соответственно, если вы хотите дальше продолжать работать без этой колонки уже, не создавать новый, вы можете как сделать? Вот как здесь, например. Я создал новый дата фрейм. Ну, можно как? Перезаписать этот же дата фрейм, да? То есть я перезаписываю свой дата фрейм вот этой вот... уже новым дата фреймом без колонки. Можно создать новый дата фрейм. А можно, да, просто написать in place true, и у вас ваш дата фрейм df сразу уже перезапишется, как бы in place подменить. То есть он подменится уже автоматически, то есть выполнится вот такая вот инструкция. Давайте, да, дальше посмотрим. Я могу переименовать колонки, да? Вот такая вот сигнатура, не очень приятная, если честно, но такая вот она используется. Я хочу какой-то колонке сделать переименование колонок. Я указываю columns, исходное название колонки, да, и название, которое хочу заменить. Country code, например. Так, а почему здесь у меня? А, да, потому что, да, не было такой колонки, да, но он не выведет ошибку. Вы можете попробовать заменить какое-то исходное название, например, population, да, на там population in country, например. Какие еще интересные функции, которые вам могут пригодиться? Def and largest. Указываете название колонки, да, вторым аргументом. И указываете, сколько переменных самых, точнее, сколько наблюдений самых таких больших вы хотите увидеть в вашем DataFrame. Ну и здесь производится автоматическая сортировка по этому элементу. То же самое nSmallest, да, самые маленькие, да, страны по площади. Автоматически произошла сортировка по полю Square, и они вывелись в порядке убывания. Если бы там число стояло, то полник всегда число порядка тоже может быть? Если не ошибаюсь, да. Должно было так. Теперь давайте посмотрим на работу с данными с помощью библиотеки Pandas. То есть, когда вы, например, участвуете в каких-то соревнованиях, самой неотъемлемой частью является как раз вот проанализировать исходные данные, с которыми вы работали. Или, например, вы на работе, получаете какой-то файл, вам нужно понять, что он из себя представляет. И я тут привожу некий пайплайн, как бы я работал и советую вам, ну, всегда, когда вы начинаете открывать какой-то файл, как бы я работал с данными в первую очередь, да. Перед тем, как перейти уже к более детальному такому анализу, я должен эти данные подготовить. Смотрите, я взял в качестве источника данных таблицу с сайта Kegel, да, о падении метеоритов. Вот там и был обычно csv-шник. Посмотрев, открыв этот csv-шник, с помощью метода pd.readcsv, сразу, что можно делать? Сразу выводим первые пять строк. То есть, да, мы хотим посмотреть вообще интуицию, что у нас происходит в этой таблице, про что она, мы по описанию не совсем поняли, и мы хотим понять, какие столбцы вообще там есть, и какая структура данных у них. То есть, открыли data frames, читали, с помощью метода head или tail вывели там пять, ну, здесь по умолчанию пять, можете указать там два, если вы не хотите растягивать свой юпитер ноутбук. Сразу вывели первые пять строк, и вы уже видите, про что эта таблица. Сразу, какие интересные методы могу вам предложить, когда вы будете работать именно с выводом data frame в юпитер ноутбук. Интересные два параметра, да, pandas set options display max columns и pandas set options display max row. По умолчанию выводится 20 столбцов и 60 строк в вашем data frame, да, если вы не просто метод head используете, а нажмете df. Ну, вы видите ваш полностью data frame, у вас выведется 60 строк. Но иногда вы хотите, например, видеть все 50 строк, то есть вы хотите проскролить, например, посмотреть, все ли данные, допустим, у вас прогрузились, нет ли там каких-то ошибок. И очень часто вам нужно в вашем юпитер ноутбуке отобразить именно вот все столбцы, там, тысячи, их 50, но все зависит от оперативной памяти вашего компьютера, да. Ну, вы, например, указываете 100, и у вас уже data frame весь виден. Какая еще интересная функция, да, особенно при соревнованиях, при каких-то научных вычислениях, можно задать точность вывода цифр, вот, вичейка когда-то фрейма, да, то есть сколько цифр после запятой может быть выведено. По умолчанию я, к сожалению, не помню сколько, но есть такая интересная опция, которая позволяет выводить сколько вы захотите. Ну, там тоже какое-то есть ограничение. Вот. Ну, просто помните, что есть такая опция, да, что можно менять количество отображаемых строк и колонок по умолчанию, которое задано, а также можете выводить именно точность цифр, да, без округления. Итак, мы с вами считали файл с помощью метода RITCSV, мы с вами посмотрели, у нас возникла интуиция о том, какие колонки там есть, и дальше что? Мы хотим посмотреть, сколько вообще нам строк передали колонок. Отлично существует метод shape, да, которого возвращает кортеж данных, да, опять же, первое в кортеже это у нас количество строк, да, вторая цифра это у нас количество столбцов. В данном случае я хочу обратиться к кортежу, к нулевому элементу в моем кортеже, у меня получится 45 тысяч, то есть я обращаюсь к своим строкам. Ну, то есть когда будете строить какие-то программы, будете там строить итераторы или проверять какую-то логику, вот с помощью метода shape можно очень легко это и быстро понять. Ну, дальше что? После того, как я посмотрел с помощью метода shape, я хочу посмотреть вообще, какие колонки у меня есть, есть, допустим, да, есть их очень много, если у меня по умолчанию они, например, не поместились, я не хочу, например, скроллить их, да, вот сразу devcolumns, я уже понимаю, про что здесь у меня data frame, то есть у меня есть какие-то ID-шники, есть какие-то классы, масса есть, кажется, когда упал метеорит, год, когда он упал, координаты, когда упал, да, вот, rec, lat, rec, long, а также там геолокация, пока я не понимаю, что он из себя представляет. Дальше. Дальше, когда при работе с data frame, я хочу посмотреть, что он вообще, какую-то общую информацию, уже более углубленную по data frame. Есть отличный метод describe, который сразу тоже применяется, вот, когда начинать работу с data frame, он что делает? Он выводит числовые статистики по вот всему data frame, то есть, да, точнее, по числовым типам данных. Он выводит, да, название колонок и статистики. Количество наблюдений, среднее, стандартное отклонение, минимальное, 25-й перс, 50-й, 75-й, и максимальное значение в этой колонке. То есть, смотрите, у вас уже больше и больше, то есть, буквально с помощью нескольких строк у вас уже возникло, ну, уже такое, более осмысленное понимание о том, что происходит в вашем data frame, о чем вообще эта таблица, то есть, уже какой-то первоначальный анализ, да, вы можете уже начинать. Дальше, помимо числовых колонок, у вас также есть еще не числовые, то есть, да, как мы уже можем догадаться, это, например, наименование класса, просто имя, кажется, да, вот как раз, да, соответственно, я могу точно такую же статистику уже вывести, но указать тип объектов, да, которые есть у меня в моем data frame, ну, в данном случае, объект тип object, я уже могу здесь вывести уже статистики для не числовых признаков, то есть, это количество наблюдений, да, что еще, количество уникальных элементов, самое часто повторяющиеся значение элемента, и тут тоже частота, кажется, да, ну, то есть, смотрите, уже у меня возникает полное понимание о том, что происходит в моем, в моей таблице, уже буквально несколько строк, я бросил взгляд на всего лишь несколько методов, я уже понимаю, да, от каких до каких у меня меняется значение, и когда вы будете тоже работать с таблицей, время у вас будет ограничено, буквально воспроизвести пару методов, у вас уже возникает намного, появляется намного больше информации, вообще, что в этой таблице происходит. Что еще? Отличный метод value counts, да, то есть, смотрите, что я делаю, я хочу посчитать частоту каждого элемента в моей таблице по какому-то определенному столбцу, то есть, этот метод применяется к серии, как мы уже могли догадаться, да, и я хочу вывести, например, пять первых самых топовых моих элементов, то есть, метод value counts, он показывает уже отсортированное распределение, то есть, у меня чаще всего элемент с наименованием класса L6, он встречается у меня 8285 раз. На что тут стоит обратить внимание? Вот если вы нажмете shift up, вот здесь вот, да, вот, ну опять же, переключитесь, переключите курсор сюда, нажмете shift up, у вас очень удобный метод, который называется drop NA. По умолчанию, все колонки, которые имеют, которые у нас пустые, они дропаются, но бывает часто, что в колонках много значений не заполнено, и вы хотите понимать, сколько их, например, штук, или попадают ли они в топ-5 по распределению какому-то, да, соответственно, делав drop NA равняется true, drop NA равняется false, вы пустые колонки тоже включите в распределение, и у вас, например, они могут попасть сюда, на второе место какое-то, тоже очень удобно, не забывать. Дальше, помимо describe, есть также еще очень мощный метод, метод этого объекта Pandas DataFrame, info, df.info выводит информацию по колонкам DataFrame, ну, здесь на что сразу обратить внимание, во-первых, на то, какие типы представляет собой каждая колонка нашего DataFrame, да, то есть у нас есть не числовые типы, вот они объекты, есть числовые, тип int, есть тип float64, да, а также количество ненулевых элементов, тоже сразу можем понять, да, и можем сразу понять, где много пропущенных значений, где нет. Например, когда вы будете работать с моделями в дальнейшем и обучать на каком-то датасейте ваши модели, строить деревья, вы будете понимать, например, по какому-то признаку слишком много пропущенных значений, зачем его мне в модель добавлять, я могу просто эту колонку дропнуть или убрать из его DataFrame. Что еще интересно здесь? Здесь интересно о том, сколько памяти занимает мой DataFrame. А теперь немножко подробнее как раз про память и эффективную работу. вот смотрите, опять же, когда вот чуть-чуть раньше мы начали вопрос о том, что очень часто в работе с большими таблицами, ну, придется, да, иногда вам работать с большими таблицами, которые, скорее всего, будут не помещаться в вашу оперативную память или вы хотите ускорить обсчет этих таблиц, каких-то там условий, поэтому это может быть очень важная тема. Смотрите, я хочу посчитать, да, сколько у меня каждый из тип колонок тратит памяти моей, да, помните, всего там три с чем-то, три с половиной мегабайта, вот если разложить все эти колонки, у вас получится вот такая вот картина. Для каждой колонки сколько занимает у меня места в памяти? Ну, понятно, да, что int почти не занимает, то есть там совсем копейки, flow, так как он хранит у нас точки значения после запятой, занимает чуть больше и больше всего занимает у нас нечисловые признаки, да, больше всего, потому что они там очень много выделяются под них память. Ну, сразу, да, про что можно сказать, что не забывайте про то, что когда вы работаете с нечисловыми признаками, да, по-другому еще категориальные они могут называться, вы можете их закодировать в какие-то числовые элементы, в зависимости от того, какую модель вы можете использовать, вы, например, каждый ваш числовой, ваш каждый нечисловой признак можете закодировать с помощью такого метода, как label encoding, который переводит каждый из элементов в числовой эквивалент, или, например, one-hot encoding, когда вы переводите каждый элемент в матрицу с нулями и единицами, и с единицами там, где этот признак у вас встречается. Давайте что сделаем? Если вы, вот да, даже правила хорошего тона, чаще всего вам высокая точность вычислений, скорее всего, с типами float64, ну, достаточно излишне. Поэтому, когда вы загружаете изначально датасет, сразу старайтесь переводить тип float64 во float32. это намного-намного-намного может в каких-то датасетах сократить использование вашей памяти. Ну, смотрите, вот я, например, как с помощью метода stype перевел все типы объектов в моей серии dfmass к типу float32, и у меня уже сократилось использование памяти уже там на 0.2 0.2 мегабайта, если не ошибаюсь, что очень важно. Дальше. Отдельным типом данных, почему-то с которым мало сейчас работают. Называется тип данных категория. Он редко встречается, но он является достаточно мощным. Но что подразумевается? Что может что такое вообще категориальный признак? Что может под категориальный признак попадать? Ну, на самом деле это решать вам, но чаще всего под категориальный признак попадает, ну, если у него есть какой-то не числовой, например, описание и количество элементов ограничено. То есть, например, какой здесь идеальный у нас является кандидата для категориального признака? Ну, в данном случае является рек-класс, номер класса. Несмотря на то, что количество элементов уже там близко к критическому, все-таки он является идеальным кандидатом по той причине, что не является близким к числу элементов таблицы, при этом он отражает отдельные характеристики каких-то групп объектов. Ну да, то есть, у нас есть некая категория, то есть, все, что мы можем интерпретировать как категория, мы можем перевести в категориальный признак. Ну, в данном случае давайте посмотрим еще, как еще можно посмотреть количество уникальных значений каждого из типа и посмотрим, кто еще может быть кандидатом для категориального признака. Ну, я смотрю, например, вот смотрите, ну, айдишник точно не категориальный признак, да, потому что никакие категории у меня не агрегирует, то есть, это уникальный какой-то номер и количество элементов в таблице у меня равняется этому айдишнику. С именем то же самое. Локация, ну, возможно, но надо смотреть внимательно, но все равно достаточно большое число уникальных элементов. То же самое и с координатами. Если бы я, вот, кстати, с координатами, да, если бы я объединил бы координаты, как-то классифицировал их в какие-нибудь группы бы, и у меня бы вместо двух координат появилась бы какая-нибудь группа или какого-нибудь кластера, да, по-другому, вот вы будете проходить на параллельном курсе, тогда это бы превратилось у меня в категориальный признак. В данном случае пока нет. Масса, ну, тоже, да, смутно. Если только какой-то, какой-то все-таки отдельный, отдельный кластер создавать для группы, или, например, бины можно отдельно создать, вот, для масс, например, да, в зависимости от распределения, тогда это было бы отличным категориальным признаком. Пока нет. А вот, класс, год, упал или нет, и тип, отличные кандидаты для категориальных признаков в данном случае. То есть наблюдений не очень много, и они по своей сути объединяют какие-то смысловые группы или категории. Но в данном случае, смотрите, я, например, выбрал рек-класс, который является, да, как я написал, отличный кандидат для категориального признака. Я создал новый DataFrame, да, сделал глубокое копирование, как вы можете заметить. Опять же, да, нажав, если вы не знаете, что метод значит, переключаете сюда консоль, нажимаете Shift-Tab, и вы увидите, что он создает глубокую копию, да, то есть без ссылки. То есть все у вас уже передается по значению, то есть, соответственно, создался в памяти новый объект. Да, что я здесь сделал? Я переприсвоил этой колонке новую серию с типом уже категория, то есть точно так же, как там мы переводили все в TipFlow, в данном случае я перевел все в категорию. Зачем вообще категории нужны? Сейчас мы увидим, насколько они более эффективно позволяют обрабатывать категориальные признаки, то есть вы видите, да, что тип категория. Многие питомские библиотеки, в том числе и много библиотек по работе, да, многие модели, да, например, там, модель CatBoost, кто знает, LightGBM, вот по машинному обучению многие библиотеки, они отлично используют категориальные признаки, то есть модели ваши уже намного лучше понимают, как работать с данными признаками, если вы проставите тип категория. А также тип категория занимает намного, ну не намного, просто меньше места, а также намного увеличивает производительность. Сейчас мы это посмотрим. Смотрите, помните, да, сколько у нас занимало? У нас занимало 3,2 мегабайта, а мы перевели наш класс, только один всего лишь класс, тип данных категория и использование памяти, смотрите, у нас еще сократилось. Здорово, да? И это всего лишь на таком маленьком датасейте. Представьте, да, когда у вас много колонок, когда у вас там больше 10 тысяч признаков, у вас огромная колонка, насколько быстрее вы сможете работать с данными. Дальше. Отличная magic команда, которая называется таймит, да, что она делает? Я хочу рассчитать среднее время выполнения этой команды, да, вот у меня какая-то команда и я работаю над производительностью, чтобы у меня мой код выполнялся достаточно быстро. Я хочу мерить, да, сколько у меня каждая моя функция или каждая команда занимает по времени. Соответственно, я использую функцию таймит. она, кажется, там 10 раз выполняется и выдает а, даже 100, 100. В общем, 100 раз, кажется, да, она выполняется у нас и выдает примерно среднее и стандартное отклонение по выполнению этой команды. И давайте, да, сравним. Смотрите. Например, операция, когда я вычисляю среднее с группировкой по моей категории. Класс. У меня 236. То есть здесь у меня категория. То есть это у меня DataFrame, как, помните, да, вот здесь я создал, там вот дальше, вверху, создал DataFrame с категориальной колонкой. Категориальная колонка у меня была тип класса. Создал, сгруппировал, у меня занял 236. И, если я бы использовал исходную колонку, у меня бы заняло в 4 раза больше времени. Да? В 4 раза больше времени. То есть, смотрите, уже насколько идет ускорение. практически одной и той же операции на таком маленьком DataFrame. То есть, к чему это? То, чтобы вы помнили, да, что такие вот довольно нехитрые преобразования, когда вы работаете с большими таблицами, могут намного ускорить работу с этими таблицами, ускорить работу по анализу данных, по обработке данных. Давайте посмотрим, какие можно операции применить. Ну, во-первых, я могу выполнить сортировку данных. Ну, здесь легко все достаточно. Я указываю, по каким колонкам я хочу сортировать. Сначала я хочу отсортировать по классу, потом по отсортированным группам класса я сортирую уже по массе. Здесь указываю по возрастанию или по убыванию. Ну, true относится к первому, false относится соответственно ко второму элементу, который я указал. Извлечение данных. Ну, здесь все просто. Здесь уже мы с вами все это видели. Сначала указываются false. Смотрите, я передаю вот этот вот параметр отвечает за сортировку. Сортировка ascending по возрастанию переводится. Если я хочу первый атрибут, вот первый вот эту вот мою колонку, по возрастанию передаю true, по убыванию у меня я массу хочу наоборот. в этой категории сортировать по убыванию. Что еще? Да, вот я передаю не по именованной метке. По именованной метке, да, как же еще можно обращаться? Я сначала обращаюсь к строкам, потом к столбцам. Если я хочу все столбцы вывести, я делаю двоеточие, у меня вводятся все столбцы. Опять же, сначала строки, потом столбцы. Ну, 0 можно не писать здесь. Что еще? Как я? Хочу, например, посчитать среднюю массу по имени АБ. Да, вот название метеорита такое. Я хочу среднюю массу посчитать. Сначала я указываю, оставляю DataFrame, DataFrame оставляю с учетом вот этой фильтрации, выбираю колонку, по которой хочу выполнить преобразование, и указываю функцию, которую хочу произвести. ValueCounts, с этим вы уже знакомы, да, это применяется к серии, и точно так же учитывается распределение, то есть самое частое, самое менее частое. не забывайте параметры DropInA, если вы хотите отображать нулевые колонки. Что еще? Какой интересный еще? Какая синтаксис еще интересная? Например, с помощью можно применить какую-то функцию каждому столбцу. Вот я вывожу какие-то столбцы, я могу применить, например, функцию NumPyMax. с методами NumPy вы знакомы, то есть там можно NumPyMax, Min, Medium, а также еще лямбда-функции, с которыми вы познакомитесь чуть позже. Вот очень интересно, вот такой механизм очень часто используется для лямбда-функции, то есть какие-то рукописные функции или какие-то более сложные, и вы хотите, например, как-то обработать каждый из этих столбцов, вот с помощью метода Apply вам может это очень сильно в дальнейшем пригодиться. Что еще? Вот интересный метод при работе с... если вы хотите заменить значение в колонке в соответствии с вашим словарем, то есть вы заранее делаете какой-то ассоциативный словарь, чтобы не писать логику через NumPy.ware, например, а сделать какой-то ассоциативный словарь заранее или справочник по-другому, и в соответствии с этим справочником вы можете очень легко заменить с помощью команды Map, с помощью метода Map, заменить все значения в определенном столбце, то есть я создаю новую колонку здесь, моя колонка была, заполнилась в соответствии со справочником по колонке Fall, то есть у меня метод, у меня Found заменяется на A1 в новой колонке, а Fall заменяется на 0. Дальше, теперь такое уже более, чуть более сложное, такое уже менее интуитивное, ну, смотря для кого, да, это группировка данных, то есть смотрите, я хочу, например, посчитать, какая максимальная масса метеорита, какая максимальная масса метеорита в зависимости от групп, то есть максимальная масса метеорита в каждой из групп, я пишу такую конструкцию, ну, мой DataFrame, точка, группирую по группе, то есть я хочу, как бы, информацию получить в разрезе моих групп, потом указываю в квадратных скобках колонку, по которой хочу получить статистику и указываю функцию, да, еще раз, как работает группировка, я пишу наименование моего DataFrame, указываю ключевое слово groupby, указываю потом, по каким колонкам я хочу получить группировку, то есть хочу написать, здесь я передаю категории, в разрезе которых я хочу получить информацию, затем указываю колонки, по которым я хочу посчитать статистики, ну, например, я хочу посчитать массу, если бы я хотел посчитать, а что у нас здесь есть, числовые, еще какие-то интересные, например, там, максимальный год, я бы написал здесь год, да, и затем указываю мою функцию, там, статистику, которую я хочу получить, ну, в данном случае смотрите, что у меня вводится, у меня вводится серия, да, с уже группировкой, какая еще может быть, если я хочу, например, посчитать несколько статистик, какая сигнатура, да, через dot ag, то есть я в круглых скобках передаю мои функции, которые я хочу, агрегированной статистики, которые я хочу получить, точно так же, опять же, да, указываю наименование категории, по которой хочу группировать, указываю само поле, по которой хочу получить статистику, и указываю функции, которые я хочу применить. У меня вводится уже Pandas DataFrame. Ну, сводные таблицы, признаться, ну, не так часто пользуемся, но можно получить, да, по сводным таблицам тоже различные статистики, то есть, да, есть такая функция CrossTap, я, например, хочу получить числовые статистики, то есть частоту встречаний, да, как бы, в моей, по-другому счету, называется, может называться такая таблица матрица сопряженности, то есть в такой вот матрице я хочу получить числовые статистики, то есть, как часто у меня встречается тот элемент для вот какой-то конкретной категории, то есть, да, на пересечении, то есть у меня здесь категория NameType, здесь категория у меня упал или нет, они у нас две, соответственно, две строки, две столбца, и сколько у меня встречается, соответственно, да, ну, валидных найденных метеоритов, да, сколько встречается валидных, там, просто упавших и ненайденных, я так понял, да, у 1700, то есть на пересечении столбцов и строк здесь все понятно, но здесь, что из интересного, можно так же еще посчитать нормализованной статистики, да, то есть если, то есть каждая статистика делится на общее число наблюдений, то есть вот это вот 0,024, да, здесь что-то странно, ну, здесь нормализуется на общее количество наблюдений, у меня здесь что-то странно отобразилось, интересно у меня выполнится, нет, а, вот, все нормально, да, вот, смотрите, вот здесь нормализованная статистика, то есть всего у меня 100% наблюдений, сколько вот это число у меня естественно занимает и 100 процентов 97 вот и нормализация труд ну вот что эта функция делала просто да запомните что это значит вам пригодится так времени что у нас у нас через до 20 как раз отлично успеваем и теперь такие неинтуитивные методы но как неинтуитивные кто не работал с sql там он немного покажется первоначально сложно но я думаю со временем вы начнете если будете работать с панас data frame и будете использовать ее функции я думаю вам больше не составит труда работать с этими методами здесь я ссылаюсь на классическую статью из документации pandas она отличная там все методы объединения таблиц есть и они там достаточно хорошо изображены то есть я советую когда будет время если хотите опять же до понимать что можно сделать вашей таблицей просто глазами просмотреть вот эту вот классическую статью а мы с вами давайте начнем объединять данные объединить наши таблицы создаю я обычный data frame да у меня в data frame есть точно также я передаю словарик это у меня мои ключи это у меня значения которые потом в столбцах отображаются у меня три столбца мои строки ну и я задаю индекс ему могу кстати индексы здесь не задавайте не помолчай мне будет 1234 будет range и также я создаю что у меня здесь да это у меня наименование айди предмета имя имя человека и фамилия человека и в данном случае у меня еще вторая таблица да кто ну допустим кто преподает эти предметы дальше вторая таблица точно такая же но здесь у меня соответственно наполнено другими данными обратить обратить внимание на то что индексы здесь уже другие там не были 0 2 3 4 здесь 2 3 4 5 6 и создаю еще я для каждого третью таблицу создаю называется на миру дата где для каждого предмета они у меня здесь уникальные айдишники я создаю номер теста который должен допустим у меня мой преподаватель провести то есть где-то ведь они повторяются для каких-то предметов одинаковые тесты проводятся ну допустим это может смежной дисциплины и мы с вами давайте рассмотрим первый метод метод конкат что он делает обычно обычно что он делает он используется для объединения таблиц по вертикальной и пу или по горизонтальной оси то есть просто мы берем мои таблицы так схлопываем или вот у меня одна таблица 2 таблица или схлопнуть по горизонтальной оси или по вертикальной смотрите здесь сразу смотрим картинку для интуиции вот у меня было три таблицы 1 2 3 с помощью метода конкат указав там я здесь я указываю в моем примере ось по умолчанию то есть я по строчно да их слух слоповую как бы по горизонтальной оси то есть я хочу объединить как бы все строки трех таблиц хочу бить все строки трех таблиц просто их сконкатинировать то есть да я использую метод конка то есть у меня в итоге после метода конка я мои все строки объединил метод на выходе такой data frame объединенный как бы получился просто я вот так вот все свои таблицы друг друга присоединил по-другому еще как то есть объединил все строки но напротив да если вы хотите объединить все столбцы точно такой же метод но указываете уже эксис равно 1 то есть я хочу объединить все столбцы моего дата фрейма ну на что стоит обратить внимание да вот интересно а почему вот у меня здесь где-то появились на ны почему ну здесь достаточно ответ простой обратите внимание на индексы моих таблиц да если здесь у меня смотрите 0 1 2 3 здесь 2 3 6 7 то есть при объединении моих столбцов да по столбцам я объединяю данные он объединяет их по индексам как воспользоваться этим методом если бы я хотел объединить их вот так вот как бы сразу без учета индекса да то есть с учетом индекса есть такой метод то есть который обнуляет как бы индексы моего моих дата фреймов посмотрите да вот например df new поставьте точку tab да как обычно у вас отобразить список методов и посмотрите метод резет индекс да он как бы обнуляет индексы обоих таблиц и тогда конкатенирование конкатенирование обоих таблиц прошло бы успешно да если вы бы перезагрузили бы индекс в обоих таблицах у вас было бы 0 1 2 3 4 5 6 7 0 2 2 3 4 5 6 7 и вы бы их успешно бы объединили вот в методе резет индекс на что стоит обратить внимание опять же известный вам уже аргумент in place да вы знаете для чего его использовать то есть если вы хотите перезаписать вашу таблицу да то есть использовать уже индексы перезагруженные то есть чтобы они были от 0 до 7 например да не создавать новую копию таблицы метод in place точно так же как с методом дропания колонок метод in place здесь работает по аналогии он как бы подменяет до исходный ваш дата фрейм также еще здесь на что стоит обратить внимание после того как вы перезагружаете индекс вашей таблицы у вас есть в методе резет индекс такой аргумент как дроп кажется дроп дроп true или false это значит что если вы оставляете по умолчанию метод который равняется false дроп false то у вас ваш индекс переходит в новую колонку да у вас создается новая колонка с предыдущим индексом иногда это очень удобно да вы не хотите терять информацию о вашем индексе до который был изначально например когда мы с вами работали с со странами там у вас были вместо стран некие сокращения вы хотите перезагрузить ваш индекс например информацию вашем индексе вы хотите оставить вот метод дроп true или false позволяет это сделать в виде отдельной колонки точно так же если вы не хотите этот индекс где-то сохранять держать ставьте df new . резет индекс дроп равняется true и тогда у вас новая таблица ваша будет уже не содержать вот этот вот индекс первоначальной вашей таблицы а а мы с вами давайте посмотрим объединение таблиц что это значит смотрите вы хотите сейчас мы будем это рассматривать например ну давайте вот на такой интуитивной таблички здесь вам h2 их оставила кому какая больше ну понравится какие есть типы объединений всех и я привел здесь что это означает каждый из кружков обозначает отдельную таблицу с данными и вы две таблицы с данными в данном случае хотите как-то объединить между собой у вас есть в одной таблице допустим какие-то ключи и во второй какой-то там таблица ключи по которым вы хотите объединить ну в примере который мы рассмотрели отличными ключами будут являться на subject айди то есть уникальный айди предмета в одной таблице и subject айди в другой таблице помните где у нас там тесты были айди теста то есть в одной таблице у меня subject айди с преподавателями на эту с какой предмет ведет какой преподаватель а у второй таблицы у меня были точно также ключ subject айди но при этом там не было наименование теста и вот я хочу получить новую таблицу да и чтобы у меня напротив моего имени моего преподавателя стоял например номер теста который он проводит ну достаточно логичное требование такой может понадобиться и вот я хочу эти таблицы как-то объединить между собой то есть смотрите у меня есть некий ключ в данном случае это ключ subject айди я хочу по этому ключу подтянуть данные из второй таблицы вот что это означает мы можем подтягивать данные по разным способом но самый популярный является left join то есть у меня есть исходные данные в моей первой таблице например это что может быть например это вот как раз вот эти вот таблицы с тестами да я к ней хочу подтянуть наименование преподавателей то есть я к ключам левой таблицы по ключу подтягиваю значение правой при этом я данные левой таблицы полностью сохраняю вне зависимости от того будут ли у меня все строки заполнены первой таблицы или нет напротив если я хочу подтянуть только данные оставить данные только из второй таблицы да при этом несмотря на то что есть 1 я использую right join сейчас мы это посмотрим независимости от ключей которые есть в первой в левой таблице и в данном случае есть еще inner join до который должен соблюдать чтобы были ключи и в левой таблице и в правой таблице но это такая интуиция лучше посмотреть на примерах чтобы было понятно а вот к этому кружка предлагаю вернуться соответственно чуть позже смотрите вот про что я вам говорил у меня есть таблица dfa таблица dfb это наименование моих помните моих преподавателей и у них есть студенты в данном случае я хочу подтянуть просто без каких-то айдешников просто выполнить мерч допустим до выполнить конкат моих таблиц с помощью метода inner то есть inner внутреннего джойна давайте да еще вот здесь такой пример посмотрим у меня есть таблица 1 у меня есть таблица другая обратите внимание на индексы здесь индекс 0123 здесь индекс 2367 я использую inner join смотрим сразу по картинке что это значит inner join вот он то есть у меня в моей результирующие таблицы будут значения по ключам которые встречаются и вы должны встречаться и в левой и в правой табличке одновременно то есть до их пересечения как бы смотрим что здесь у нас происходит одна табличка другая табличка какое пересечение индексов в этой табличке есть вот они индексы 23 и здесь индексы 23 и у меня моя результирующая табличка то есть получается вот такая то есть только с индексами 23 да я все столбцы 1 таблички присоединяю к столбцам табличку 2 присоединяю к табличке 1 и оставляю только индексы которые получаются в результате пересечения вот как бы двух множеств индексов у двух табличек да в данном случае два три вот что такое inner join да сразу смотрим табличку и видим метод append но честно не так часто используется но в принципе это такой как по-другому еще можно назвать это метод concat который мы выше рассмотрели да но с параметрами как бы x и сравняется 0 то есть мы объединяем по хотим объединить все строки да но и join аутер то есть сразу смотрим интуицию да что это может из себя представлять то есть мы просто взяли как бы соединили два наших две наших таблиц то есть это просто частный метод метода concat но не так часто использоваться все-таки советую вам лучше метод concat использовать сразу он более гибкий и там прям сразу интуиция видна и она запоминается вот смотрите еще один метод который наверное самый частый называется он соответственно мерч да то есть смотрите если мы с вами до этого объединяли таблицы в первую очередь мы говорили про индексы то есть да мы как бы с вами смотрели индексы по строкам должны совпадать с индексами по строкам другой таблицы и от этого зависел как бы объединение наших таблиц чтобы соответственно место индексов использовать колонки есть отличный метод который называется мерч То есть он может объединять не только, соответственно, объединять не по индексам, а объединяет по колонкам. То есть вместо ваших индексов, когда используется уже наименование колонок. И вместо колонок, наименования колонок, вы наименование колонок передаете в методы leftOn и rightOn. То есть вы говорите, по какому ключу в левой таблице вы хотите объединить, чтобы он равнялся ключу в правой таблице, которую вы передаете. Вот у меня есть таблица, еще одна, точнее не одна, а вот предыдущая, где у меня уже объединенная таблица с преподаваниями, которые мы получили с помощью предыдущего метода append. Да, здесь название предмета, имя преподавателя. И я хочу, например, подтянуть, как я вам говорил, вот задачу, которую предыдущую мы решали, по какому-то ключу. Вот по subject ID, помните, я вам говорил, у меня есть таблица одна, subject ID, вот как здесь, вот она моя таблица. А второй subject ID у меня наименование теста. И я хочу подтянуть сюда вот эти тесты, которые делают мои преподаватели, которые проводят мои преподаватели. И смотрите, я использую PDMerge, в скобочках указываю левую таблицу, которой хочу подсоединить данные, и указываю правую таблицу, которую подсоединяю. Обратите внимание, что здесь я не использую конструкцию left on, right on, я сразу использую on subject ID. Это происходит потому, что у нас колонка subject ID встречается как в левом DataFrame, так и в правом DataFrame. Она одинаковая, поэтому здесь сокращенная конструкция on subject ID. Вы могли написать вот более такую конструкцию усложненную, да, когда указав вот принудительно в левой части колонки и в правой части колонки, какое название, точнее в левой и в правой части, по какой колонке хотите объединить данные. Да? Ну то есть точно так же. Я к этой колонке подтягиваю данные. Дальше. Теперь я хочу передать тип, вот да, вот обращаясь к моей вот этой вот схеме визуализированной, как я хочу объединить колонки. То есть я хочу оставить, например, все subject ID из левой колонки, да, и вне зависимости от того, какие у меня ключи есть, вот в таблице с тестами, вне зависимости от этого, я хочу подтянуть сюда все данные. В зависимости от этого я использую различные методы. Например, вот метод left, да, точно так же. Все точно так же. Я оставляю, видите, все колонки, все колонки в моей первой таблице, да, и подтягиваю колонки из второй таблицы. В данном случае у меня ключом, по которому я объединяю, является subject ID. Subject ID у меня повторяется не везде, естественно, он не повторяется у меня в нулевом, первом, втором и третьем случае, да, и в результате у меня объединяется на ней. Но таблица у меня остается, то есть у меня колонки не дропаются, по той причине, что я выполнил метод left. То есть я прибавил, да, то есть вот здесь какая интуиция, я оставил полностью таблицу левую, то есть я к левой таблице подсоединяю мои данные и подтянул данные, как бы, по определенному ключу. Ну, в данном случае, вот совершенно обратный пример, вот с write, когда я хочу оставить только значения, все значения в правой таблице, вот они, да, вот last name y, last name y, first name y, да, вот моя таблица. То есть, видите, все данные остались. И подтянулись по ключу subject ID, то есть в данном случае подтянулись только те, у которых совпадают subject ID. Ну, по интуиции, да, можете обращаться, соответственно, к тем данным, чтобы вам можно было... Конечно, можно, конечно, да. Так, все, на этом все.